Всем огромный привет! Я хочу снять ролик про неролевые ароматы на лето. Вообще нотка нероли довольно-таки своеобразная. У многих она вызывает ассоциацию с какими-то там дедушкиными одеколонами. И действительно, если, допустим, ее брать ароматы, вернее, со свежими неролями, то очень часто действительно может быть такой эффект своеобразный. Это надо или любить, вот такие вот конкретно свежие нероли, или все-таки посмотреть в сторону, когда этот аккорд замиксован с чем-то, может быть, более сладким. У меня здесь будет всего три парфюма, но мне все три они нравятся. Вот один из них самый такой представитель, наверное, классического звучания нероли, а два других немножечко по возрастающей уходят вот в ту, именно что я говорила, в сторону сладкого. Все эти ароматы можно заказать в интернет-магазине Рандеву. Я оставлю все ссылки в описании под видео и на мой телеграм-канал, и на сами ароматы. Также оставляю свой промокод 10литао. Он добавляет 10% скидок и работает со всеми скидками на сайте в корзине от 2 500. И первый аромат, который, я считаю, это прямо такая классика, классика нероли, это Bottega Veneto Note. Но какой же он прекрасный именно летом. Здесь горькие, яркие, южные цветы. У меня этот аромат ассоциируется с итальянским побережьем, с воздухом вот этим вот морским, соленым, в котором улавливаются оттенки цветущих каких-то, белоцветущих деревьев. Очень красиво, очень комплементарно. Огромная диффузия этого аромата. То есть буквально, ну не знаю, пару пшиков я наносила на запястье, даже вот не в районе там шеи, а вот просто на руки. И он разлетается вокруг таким образом, что вот его слышно прямо на расстоянии, но очень приятно. У него очень благородное, на мой взгляд, звучание. Мне кажется, вот именно вот это его свойство привлекает к себе внимание. Знаете, когда ты смотришь на что-то такое, да, красивое, оно у тебя вызывает какое-то невольное уважение, что ли. Ну что-то вот такое вот есть в этом аромате и восхищение. Если его просто пробовать вот так вот с пульвика, то он кажется довольно-таки резким. Я уже говорила про это много раз, но вот в шейфе это вот такая красивая, красивая штука. Несмотря на то, что здесь нет никаких ванилий там, ну как бы для кого-то наоборот это минус. Но вот как раз-таки я думаю, что не любители сладкого заценят. Хотя белые цветы здесь все равно со сладковатым оттенком, когда у нас цветет белая акация. Вот издалека у нее же практически медовый оттенок, да, но вот издалека мне немножечко напоминает ее цветение. Вот какие-то оттенки, которые есть вот в этом аромате. Но они все равно тут с горечью вот с этой, потому что все-таки в белой акации горечи нет никакой. В общем, интересная штука. Второй аромат у меня в пробничке это Сан Дейст от Байреда. Я уже вам говорила, что мне как-то его там зафукали, типа сказали, ой, нет, это вот освежитель, нет-нет-нет. Но мне нравятся вот такие нироли. Тем более они здесь немножечко веселые, они здесь сахарной ватой. Я все равно подумываю о приобретении этого аромата. Он какой-то, знаете, создает у меня ощущение летнего праздника. Вот когда ты просто идешь куда-то там, не знаю, с ребенком гулять по городу, по парку. И ребенок с огромной ватой, и ты там что-нибудь в каких-нибудь неролевых духах, ну не знаю, какой-то солнечный аромат. В нем прямо куча каких-то солнечных зайчиков. Есть в нем какой-то специфический оттенок, интересный, зеленый. Вот я не знаю, что это за оттенок, но он тут в микродозе буквально, который я слышу даже немножечко в Modest Mimosa от Wilhelm Parfumerie. Но там он концентрированный. А здесь как будто бы это все размыто. Ну, так по большому счету, я не знаю, это даже не одеколон, он скорее больше в цитрусовую как-то сторону уходит. Но, на мой взгляд, вот эту терпкость и горечь, которую дают ему нероли, вот они его делают чуточку более интересным, чем просто какой-то очередной, там, не знаю, цитрусовый свежак. Ну, естественно, шлейф, стойкость, все это классно. Хотя кому-то ароматы от Bayreda кажутся нестойкими, тихими и так далее, но вот этот аромат не такой. У него технические характеристики очень хорошие. И еще один парфюм тоже. Тут уже он как бы дальше уходит от неролевой вот этой вот истории. Но в любом случае они добавляют тут определенную, вносят определенную лепту, которая делает этот парфюм именно таким, какой он есть. Это Sintra Memo. Вот у меня этот парфюм был во флаконе. Но флакон я не осилила. Хотя вот у меня всего лишь отливантик. Я все равно вот подумываю о том, что думаю, может быть, может быть и Sintra можно было бы вернуть. Вот я сомневаюсь между ней и Зимним дворцом. Про Зимний дворец я говорила там в нескольких роликах чуть раньше. Тоже вот у меня есть такие мысли, нужен, не нужен. И еще у меня есть несколько ароматов на примете от Nemo. Но вот в итоге они у меня все равно немножечко кажется мне какими-то немножечко избыточными. Поэтому я еще думаю. Но здесь очень красивый флёрстый оранж, прежде всего, с вот этой карамелизованной какой-то ванилью. Но здесь есть оттенок горечи. И вот этот оттенок горечи тоже создает сочетание, на мой взгляд, петитгрейна и нироли. И вот если их сравнивать с Love, то Love более липкая и вязкая за счет того, что она не оттенена вот такими вот оттенками. А вот этот вот аромат, он еще и с молочным каким-то подтоном. Здесь градус вот этой сладости, он чуточку снижен и сбит. Но вот этот специфический ниролевый оттенок, он не покидает этот аромат, мне кажется, до самого конца. И мне он вот этим вот нравится. Кстати, очень красив летом, несмотря на то, что он такой яркий и плотный. Даже, может быть, летом он более как-то предпочтителен, потому что на солнце, особенно для тех, у кого сложно с яркими ароматами, ну очень-очень хочется, потому что на солнце он как-то вот выгорает, распадается в более нежную, такой вот взбитые вот эти вот молочные пенки и с флёждооранжем, и с ванилью, и с карамелью. И это вот просто такой, знаете, женщина-цветочек. В общем, мне нравится тоже. Оставляйте комментарии, напишите ваши любимые ароматы на эту тему. Я всегда рада, когда вы что-то пишете, потому что для блогера, я считаю, это очень важно, когда ты отдаёшь что-то пространству, да, какие-то свои мысли, что-то, может быть, какие-то впечатления, и хочется также услышать эти впечатления от вас. То есть я считаю, что это получается какой-то равноценный обмен в таком случае, и это, конечно же, стимулирует для того, чтобы создавать что-то ещё новое. Я желаю вам всего самого наилучшего. Ссылки все будут в описании под видео. Встретимся в следующих роликах. Всем пока-пока.